Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео я расскажу о бугенлили и покажу как они у меня цветут и немножко расскажу как я за ними ухаживаю зимний период. Но сейчас я вам покажу как они у меня цветут, а потом расскажу как я за ними ухожу. За окном зима, а мы цветем. Покажу свои бугенлили, просто хочется просто показать. И у них очень много еще появляются прицветников. Здесь у меня разные сорта. Так красиво смотрится все. В общем зима нам вообще никак не чувствуется. Если только совсем чуть-чуть. Видите сколько прицветников новых появляется. И вот везде на всех бугенлилиях вот такие веточки у меня появляются. В общем лето продолжается. По крайней мере у меня в оранжереи. Вообще такая красота. Здесь в оригапными листочками и столько прицветников много и цветет. Это я вам показала свои бугенлили на полочке. Вот такое уютное местечко получилось для отдыха. И первый раз у меня зацвела панда. Бугенлилия сорт панда. Такая с оригапными листочками, белая. В общем стоит как невеста. Хочу показать. Смотрите она вся 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 в белых прицветниках. Очень мило смотрится. Из-за того что и листочки у нее такие красивые. Да плюс еще столько много у нее цветочков. Здесь у меня опять набрала прицветники цветные. Дабл пинг неугомонная. Там у меня Дабл Ред тоже начинает цвести. Красным, красным. Тоже кстати вообще эффектно очень смотрится. Но они еще не распустились. Распускаются. Такая картина. Посмотрите сколько много прицветников. Просто красота. И вот таким цветом тоже очень такой красивый, яркий. Это сорт Дония у меня цветет. У нее просто внизу еще такая ветка. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот кстати видно ту веточку Дония. И вот посмотрите какое красивое окно. Сейчас там распустится Дабл Ред. Здесь еще оранж вот с этой стороны тоже. Вот вся в бутонах. Сейчас я вам покажу. У нее уже некоторые вот видите прям оранж такой. И вот представляете какое будет зрелище здесь. Очень эффектно смотрится конечно. И здесь у меня тоже будет лилия. Но она сейчас просто белым. А летом она конечно имеет такой розовый румянец. Ну и пойдемте еще в зеленые мои депри с водопадом. Сейчас тоже здесь у меня бугенвилья цветет. Сейчас тоже покажу. Ну и так пройдусь мимо. Кстати рыбки. Так быстро плавает. И наверху вот здесь у меня тоже две бугенвильи. И они тоже все из этих закладывают цветные прицветники. Вот видите. И вот эта вся бугенвилья. Вся-вся-вся-вся скоро зацветет. Вообще бугенвилья очень конечно красивое растение. Ну вот я вам показала как цветут мои бугенвильи. Ну конечно же это не так цветут как летом. Но все же все равно они цветут. И очень много прицветников закладывают. То есть и меня конечно радует вот этот сорт бугенвильи панда. Ну вообще красавец. Посмотрите я ее еще сформировала кустиком. Она самостоятельно стоит. И у нее крона такая. И у нее же еще прицветники. Некоторые еще вот открываются не открытые. То есть красота вообще. Уход у меня за бугенвильями в зимний период. Ну практически наверное не отличается от летнего. Я также вношу подконку. Так как у меня очень светло. И им достаточно. Они даже цветут у меня зимой. То есть они у меня цветут постоянно. А летом они конечно цветут еще обильнее. Но они цветут еще обильнее. Из-за того что я весной делаю все-таки еще обрезку. Обрезка конечно же стимулирует светение. Но а светло у меня. Потому что я организовала им хорошее освещение. Потому что на улице у нас сейчас катастрофически не хватает солнца. Какие-то дни пасмурные стоят. И вообще как бы расположение солнца уже меняется. Оно становится ниже. Конечно если многоэтажный дом. То конечно же там солнце все равно попадает. А если вот допустим частный сектор допустим. То конечно же солнце уже меньше попадает в окна. Но мы спасаемся просто искусственным освещением. На моем канале есть очень много видео про бугенвилии. Просто если кому-то интересно можете зайти и посмотреть. Ну а в зимний период. Конечно я поливаю всегда по мере пересыхания верхнего слоя грунта. А то и могу пересушить и полностью. Как бы для бугенвилии это нормально. Она как и все другие растения не любит перелива. Ну конечно летом получается и почаще полив. А зимой пореже. Потому что иногда горшочки просыхают медленнее. Чем летом. И конечно же я. Они у меня расположены очень много бугенвилии на подоконниках. И мне только приходится вот так вот закрывать немного батареи. Чтобы не сильно жарила им листья. Они этого не любят конечно. У них начинаются сохнуть кончики листьев. Ну вот у меня в принципе все хорошо. Никаких сухих кончиков я не вижу. Влажность в доме 55 процентов. Но это наверное все таки еще и водопадик дает влажность. И кстати знаете мне очень нравится. Окна вообще не потеют. Вообще замечательно. Подкормку я вношу так же раз в две недели. И конечно если я вижу что где-то бугенвилии допустим выпускают какие-то ветки большие. Я конечно их стригу тоже как стригаю. Я не даю сильно вытягиваться. Все таки мне нравятся вот такие кустики. Они очень красиво смотрятся. Хотя и мне нравится очень и когда лиана. Лиана смотрится тоже очень красиво. С нетерпением ждем весны. Потому что ждет грандиозная пересадка. Так как если вы следите за моими видео у меня уже более 35 сортов бугенвилии. И они у меня сидят все в маленьких горшочках. И питания уже корневой системы не хватает. И вот я хочу их всех пересадить чуть побольше горшочки. Но это будет все весной. Там будет обрезка как раз. И как раз они летом будут у меня уже свести в полный рост. Так что следите за моими видео. Будет интересно. Увидимся в следующем видео.